Многие нерюнгринцы и гости города с удовольствием посещают местный музей освоения Южной Якутии. Но мало кто знает, что буквально в 50 метрах от него есть еще одна не менее интересная частная коллекция. Ее экспонаты можно даже потрогать руками. В этом убедилась и моя коллега Галина Якимчак. Экскурсии в историческом музее Александра Кушукова нечастые, зато проводит их сам коллекционер, который может всегда рассказать, каким образом был приобретен тот или иной экспонат. Книга записи актов о рождении в Петрограде 1921 года. Книжка уникальна тем, что здесь имеется запись о рождении дочки Федора Ивановича Шаляпина, Досии Федоровны Шаляпина. Подначальная цена у этой книги была 1 рубль, а конечная была 600 рублей, плюс еще 300 рублей за доставку. В итоге вот эта книжка обошлась на 900 рублей. Сегодня в музее собрано более 4000 экспонатов. Некоторые из них просто поражают воображение. Например, семейный фотоальбом последнего императора России Николая II. Мне кажется, здесь можно проводить не только часы, но и дни. Здесь можно исследовать людскую работу. То есть образовательное пространство в одной комнате огромное. Каждый посетитель остается под большим впечатлением от увиденного. Мне всегда нравилось именно оружие, будь то огнестрельное или холодное. Но больше всего здесь мне понравилась винтовка Мосина. Там где-то лежит кольчуга, которой мне сказали 3000 лет. Услышав эту цифру, я был в шоке, что такая вещь еще где-то есть такого возраста. Я об этом музее не знал, но сейчас я посмотрел своими глазами и очень понравилось. Особое место здесь занимают экспонаты, рассказывающие об истории Якутии. А необычным музей является еще и потому, что практически все экспонаты в нем можно потрогать руками. Опыт в глобальном режиме мы можем взять только из таких мест, как исторический музей. Вот этот музей отличается тем, что здесь можно открыть любую витрину, достать любой экспонат и его изучить. Экспонаты небольшого музея представляют собой отголоски самых разных эпох. Самому древнему из них около 15 тысяч лет. Это кости шерстистого носорога. Большинство из них были куплены на аукционах. Однако другие были найдены в самых неподходящих для их хранения местах. Вот, например, вот эта вот табличка ввода в эксплуатацию подводной лодки «Курск» была найдена нами в пункте приема металлолома в городе Мурманске. Очень много экспонатов находят на помойке. Вот, например, если вот этот вот архив героя Советского Союза был найден возле мусоропровода. И такие находки не редкость, а это именно та, настоящая наша история, связанная с судьбами людей, народов и государства в целом. Галина Якимчак, Дмитрий Горбов, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.